Зерно в Казахстане подешевеет до 95 тысяч тенге за тонну. Такие прогнозы озвучили сегодня в Зерновом Союзе. Там заявили, что такая стоимость устроит переработчиков и правительство. А вот сами сельхозпроизводители совсем не рады. По словам аграриев, они понесут убытки, а цены на муку и хлеб в стране не снизятся. Пшеница на 35% цена снизилась на нее с сентября по июнь. Но при этом мы видим, что цена на муку первого сорта снизилась всего лишь на 5%. Почему? Можно было ожидать 35%, но даже если не 35%, то в пределах 25% можно было ожидать. Но не 5%. Если мы не правы, пусть нам кто-то ответит. Объясниться аграрии просят не только мукомолов. Зерновики заявили, что стремительно теряют рынки сбыта. Среди них уже Кыргызстан. Все из-за таможенной пошлины на экспорт. 100 евро за каждую тонну. В таких условиях казахстанцы просто не выдерживают конкуренции с Россией. Такая же ситуация с подсолнечником. После введения ограничений запасы в стране выросли почти вдвое. А цены на сырье упали. Аграрии просят разрешить им экспорт семечек. В ответ маслопроизводители заявили, что никаких избытков в стране нет. Они по-прежнему вынуждены закупаться за границей. Поэтому цены на подсолнечное масло снижаться не будут. На сегодняшний день маслопроизводители не могут купить семена подсолнечника, потому что их нет на внутреннем рынке. Они хотят купить, но нет предложений. На внутреннем рынке, согласно нашему балансу, нашему мониторингу, нет столько семян, о котором говорит Зерновой союз. Закупать на внутреннем рынке выгодно массозаводу в части документа оборота, в части логистики. Вы понимаете, с Россией все-таки поставлять будет сложнее, чем на внутреннем рынке это купить.